В преддверии Дня Знаний в Ленинском городском округе традиционно открываются новые учебные учреждения. Этот год не стал исключением. Так, накануне 1 сентября были сданы большие детские сады в микрорайоне Пригород Лесное и поселки Дрожино. Сегодня свои двери распахнул образовательный комплекс в жилом квартале Май. Хочется поздравить, пожелать удачи, чтобы то новоселье, которое здесь случилось, оно было таким, знаете, интересным, счастливым и результативным. Потому что ребята будут учиться, пусть это будет комфортно, потому что приблизили место учебы к месту проживания. Сегодняшнее новоселье во многом заслуга застройщика данного микрорайона. Около 8 лет назад на территории деревни Горки, вблизи густого леса, компания «Тройка РЭД» начала строительство малоэтажного города-курорта с ютными двориками и большими террасами. Это школа и детский сад, завершающий штрих в плане благоустройства. Изначально, когда мы начинали строительство, мы понимали, что в этом месте с хорошей экологией, в заповеднике будет очень много молодых семей с детьми. И так и случилось. Наконец-то сбылась их мечта и наши планы. И мы открыли сегодня школу и детский сад. Для первоклассницы Маши сегодняшний день ответственны вдвойне. Девочке, выпала честь дать школьный звонок и вместе с главой Ленинского городского округа Алексеем Спасским перерезать красную ленту. Учебное учреждение стало еще одним корпусом Видновской школы номер 11. Рассчитано на 200 мест. Три этажа поистине современного образовательного заведения. Спортивный и актовый залы, столовая, кабинеты логопеда и психолога. Классы оборудованы по последнему слову техники. Мы рады, что сегодня эта школа открылась. Что им здесь светло, что они найдут своих друзей. Что замечательные учителя, которые их примут, они научат их, как вообще по жизни шагать. Школа в жилом комплексе «Май» стала первой, где сторонниками партии «Единая Россия» реализован проект по созданию комнат детских инициатив. С такой просьбой к председателю Совета депутатов округа Станиславу Радченко обратилось руководство учебного учреждения. Для учеников пространство обещает стать зоной генерирования новых идей, творческого самовыражения, социальной активности. Детям всегда нужно дать возможность самореализоваться, особенно когда они собираются вместе. У них всегда что-то, они что-то придумывают, креативят. На ближайшем политическом совете здесь, на партийном, мы обсудим дальнейшую реализацию. Я, конечно, однозначно уверен, что мы все поддержим это развитие на нашей территории. Совсем скоро эта школа окончательно оживет. Ученики начнут пользоваться книгами. В коридорах будет слышен детский смех, а в воздухе будет витать атмосфера знаний. Время быстро пролетит, и сегодняшние первоклашки станут выпускниками. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.